А судьи кто? По закону еще в марте должны были приступить к работе 120 новых судей Верховного Суда. Но конкурс все еще продолжается. К отбору претендентов причастен и Общественный Совет Добросовестности. Вот только насколько добросовестны члены этой организации. К их работе все больше вопросов. Продолжат наши корреспонденты. Скандал за скандалом. Не успел конкурс Верховный Суд закончиться, как его результаты уже оспаривают. Завтра в Высшем Админсуде будут рассматривать иск к Высшей Квалификационной Комиссии о незаконном допущении к следующему этапу конкурса почти 300 кандидатов из-за непроходного балла профэкзамена. А пока у судейского сообщества накопилось много вопросов и к Общественному Совету Добросовестности. Он в конкурсе тоже играет важную роль. От решения Совета зависит судьба кандидата. Наложить вето на вердикт может только Высшая Квалификационная Комиссия. Но вот вопрос, какими критериями руководствуется Совет Добросовестности? Критерии доброчесности судов так ця Рада практически и не выработала. То есть, для меня абсолютно очевидно, что нет другого подхода, и это уже проявляется в ходе работы. Очевидно, что могут быть и политические, могут быть и коррупционные, могут быть и личностные какие-то риски. Это не выключено, при том, когда не выработано загальных принципов и засад, что до работы этой Рады. О том, что по прошествии восьми месяцев работы Совета Добросовестности, так и не разработаны критерии отбора, указывают и в Совете Европы. Там на днях обнародовали вывод о его регламенте. Так как же оценивают кандидатов? Действующие судьи уверяют на основе публикаций в СМИ, иногда сомнительных и непроверенных. Когда идет сейчас избрание какого-то кандидата и рассматривалась его кандидатура на Совете Добросовестности, буквально за пару дней появлялась в каком-либо издании негативная информация. Такие странные совпадения вызывают у нас подозрения о том, что, возможно, где-то кто-то был заинтересован в том, чтобы непосредственно эта фейковая новость легла в основу будущего вывода. Адвокаты говорят, есть и другие критерии, выдуманные буквально на ходу членами Совета. Они же анкеты сделали, кто у вас был коммунистом, кто у вас в КГБ работал. Это маразм. Титыч, это уму непостижимо, сказал, что все судьи Высшего хозяйственного суда недобропорядочные, потому что они не дают показаний, которые их бы обвиняли в связи с судьей Емельяновым. Это сказал адвокат. Адвокат требовал от судей обвинительных показаний против самих себя. Вы услышите этот бред. Это правовое безумие. Речь о деле про возможное вмешательство в работу системы распределения судей. Вот этот фрагмент собеседования. Все эти судьи формально дают показы, которые следуют на запитание следствия. Одночас они не надают выкривающих показаний, что за себя, причетных до указанных действий оси, ни чем-то не поясняют, таким чему не сприяют раскрытию злочиня, встановлению объективной истины в криминальном управлении. Это, я думаю, важно принять до уваги в частности доброчестности, поведения доброчестности. Кроме того, в юридическом сообществе недоумевают, как совет может оценивать декларации кандидатов. Каждое заключение, оно в принципе там на одну-две странички, а четыре, и в основном там анализируется декларация. Ты кто такой? Ты каким образом имеешь отношение к декларации? Ну если у НЗК, у компетентного органа нет вопросов к декларации. Нельзя оперировать тем, что не можешь доказать. Это же не бабка на базаре, а они превратились в сборище сплетников. Они подрывают весь смысл реформы. Потому что мы видим, что по сути руками общественного совета доброчестности происходит попытка пролоббировать определенных судей, определенных людей непосредственно в будущий Верховный суд. Интересно и то, кто среди членов совета добросовестности. Это уже тема нашего следующего материала. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.